Одаренным детям Ярославля вручили стипендии. У ребят особое место в жизни занимает любимое хобби, которое требует большого внимания для выдающихся результатов. Церемония награждения стипендиатов детских школ искусств города, а также их педагогов, лауреатов городской премии в области художественного воспитания, состоялась в Большом зале мэрии. Туда отправилась и наш корреспондент София Антипова. Тимофей Телешев, несмотря на возраст, профессиональный барабанщик, призер многих конкурсов разного уровня. В будущем его ждут минимум три. Один из них – передача «Синяя птица». Признается, что другие инструменты даже не рассматривает. Хочет связать всю свою жизнь с музыкой. Я занимаюсь на барабанах уже почти пять лет в своей музыкальной студии. Получаю премию уже почти второй год. Второй год подряд. Эмоции просто превосходные. Я очень рад. На церемонии обучающимся в детских школах искусств вручали городские стипендии. Лучшим подарили оплату учебного года. У одаренных детей разные мечты и хобби. Объединяет лишь одно – трудолюбие и упорство. Четвертый год занимаюсь вокалом. Здесь я второй год получаю премию. Я усердно трудилась, не сдавалась, занималась свое хобби и пошла вперед. Занимаюсь рисованием в душе и концоне уже лет семь примерно. Мне это очень нравится. Очень долгое время участвовала в разных конкурсах, ездила в разные города. И я очень благодарна, что смогла добиться этого, что мои результаты оценили. Вот я получила премию. Помимо выдающихся талантов наградили и тех, кто стоял у истоков. Преподаватели получили городскую премию за вклад в развитие художественного образования детских школ искусств. Людмила Лубкова в музыкальной сфере больше 35 лет. Признается, что безумно гордится своими учениками и даже не представляла работу в другой сфере. Это мое предназначение, потому что каждый ребенок, он должен не просто познавать какие-то азы, ну в каких-то сферах, да, он должен расти духовно. И только музыка, она наполняет ребенка, наполняет вообще человека. Всего на церемонии стипендии было удостоено 50 юных ярославцев – художники, музыканты, певцы и танцоры. 17 преподавателей получили награду от мэрии и муниципалитета. Двое из них стали лауреатами городской премии. Прошел у нас день учителя и хочется сказать отдельное спасибо этим людям, которые делают наших детей более одаренными, талантливыми. И самое главное, победителями различных и городских, и региональных, и всероссийских, и даже международных конкурсов. Самая сложная задача была у комиссии – выбрать лучших среди лучших. Однако те, кто не прошел конкурсный отбор, подтянув свои результаты, могут смело претендовать на стипендию в следующем году. София Антипова, Олег Вольский, Главные телевизионные новости.